Субтитры сделал DimaTorzok Сломал Всем привет Сегодня решил выбраться на свежий воздух Но не с тем чтобы отдохнуть А с тем что можем так провести время И немного пошалить Место выбрал я Где очень много так называемых Стихийных свалок То есть вот у меня сейчас за спиной Одна Вот еще одна Здесь короче какие то заброшенные Я не знаю Здесь видим тоже кучу мусора Вот Поэтому я решил Провести свои эксперименты Если даже мусор и останется То чтобы без вреда Поставлю камеру эту Здесь будет смотреть от первого лица Ракурс правого фланга обеспечит эта камера Левый фланг поручаем этой Ветер ужасно забивает звук в микрофоне Поэтому буду делать постозвучку На днях попали мне в руки Три кеги пивные пластиковые Я как то стравливал подобные И делал из них емкость для брожения А вот в этот раз решил не заморачиваться И просто пострелять в емкости под давлением По моим прикидкам Должны они взрываться при протыкании Вот и проверим Так Что мы видим Бутыль мягкая Отверстие имеется На вылет Я и не сомневаюсь Пушка то мощная Для сведения Для стрельбы использую Хацан 125 Магнум Калибр 4.5 стандарт В качестве снаряда используются пули 0,7 грамма Производство гамма Тип пуль типа Диабола Без застренного наконечника Прицел 3х9 на 32 Гаммовский И если честно По идее он должен менять кратность Но я как ни пытался это сделать У меня что-то нифигашечки не получалось Если кто-то в курсе Как это делать Пожалуйста подскажите Сетка с подсветкой с красной и зеленой Но по мне так только трехкратное увеличение идет У меня есть еще Одна кега Виски кола Адская смесь Она в заводской упаковке идет В картонной У меня мысль какая Что если Эта кега Ну картонка просто смягчит Немножко удар Пули Тем самым мы получим Не прошивание Упаковки А именно Наткалывание Разорвет ее или нет Наткалывание Ого Ого Продолжение следует... Продолжение следует... Так, нашел трубку я. Нашел трубку. В верхнюю части клапан пока не нахожу. Нету. Не вижу. А ты чего валяешься? Тоже могла бахнуть. Ах, колючки. Там тоже нет. Я, если честно, в прицел. У меня просто все исчезло. Я увидел только последние штрихи. Так, вот картонку. Раскидала. Ну что, мне понравилось. Меня впечатлило. У меня есть еще одна кежа. А стоп. Нашел я верх. Вот он. Фух, гибкий. Вывернула я его. Вот на каком расстоянии. Так, каких небольших убок у меня нету по поводу последней кеги. Давайте ее не поставим, а положим. Она тоже в коробке. Посмотрим. Похоже на то, что и в этом случае вот входное отверстие. Сейчас достанем, посмотрим. Да. Вот он выход. Кстати, тут еще где-то с пол-литра пива будет. Так, ну что. В качестве полигона для экспериментов я выбрал свалку. Об этом и не жалею. Правда, эксперимент удался один раз из трех. Вот. Свалка чем хороша? Тем, что весь мусор уже остается сразу здесь. Собственно говоря. Стрельбу я вел вот примерно от машины. Здесь где-то метров 25-30. Боковой ветер немножко мешал. Но, в принципе, как говорится, с рук стрелял. Попробовал с упора в бампер. Ну, нормально. Целкость не потерял. Почему прострел одной кеги вызывает взрыв, а другую просто. Причем, посмотрите. Видите, попал реально в верхнюю часть здесь. И ее ничего не тронуло. Ну, даже не знаю. Даже не знаю, что предположить, что сказать. Честно говоря. Ну и что я хочу сказать. Давление, конечно, тут колоссальное. Вон, вышибает все. Размер давления. Я не знаю, как бы померить, чтобы такое придумать. Как просверлить, может, крышку. Если у кого-то какие-то идеи есть, пишите по этому поводу. И по поводу звука. Звук очень громко. Я серьезно говорю. Прям взрыв такой колоссальный. Ну, вы видели. Картон. Вон, раскидал, раскрошило. Редактор субтитров А.Семкин